Иисус Христа Иисус Христос 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 Это замечательное приветствие, которое можно услышать сегодня и во Львове, в других городах, селах, особенно Западной Украины. Это приветствие звучит именно так. Слава Иисусу Христу. И обычно отвечают, слава навеки Богу Святому, или слава навеки. И сегодня Бог да благоставит сегодня каждого из нас. И пусть эта слава Иисусу Христу звучит от звука мотива в наших сердцах. Пусть слава Иисусу Христу звучит в наших церквях, звучит на улицах и площадях наших городов и сел. Это очень прекрасно, когда мы славим нашего Спасителя и Господа, Бога Иисуса Христа. И написано в Писании, что Иисус Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Мы знаем в Писании, что Он с самого первого шага Своего служения, с самого начала, Он известен стал как разрушитель, великий разрушитель дел дьявола. И Иисус Христос с самого начала Своего служения на этой земле грешной, Он больных стал исцелять. Мертвых даже воскрешал, прокаженных очищал, Он нес Евангелие Царства и говорил, пока здесь приблизилось к вам Царство Божье, Царство Небесное. И те, кто принимали Спасителя, те, кто шли за Ним, те, кто на самом деле верили в Него, Он дал им власть, великую власть, самую великую власть в этом мире. Быть и называться, называться и действительно таковыми быть детьми Бога Всевышнего. Тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими, как написано в Евангелии от Иоанна. Тем, кто приняли Его, тем, кто уверовали в Него. И очень сегодня прекрасно, что спустя 2000 лет по-прежнему великое количество людей с разных народов и племен, с разных стран мира, со всей нашей грешной планеты, знаете ли, призывает имя Господа Иисуса Христа. Сегодня Евангелие распространяется с небывалой силой. И это очень прекрасно. Один из выдающихся проповедников в истории мирового христианства, баптист по своей динаминации, но очень горячий христианин, самое главное, не то наше конфессиональное отличие, а то, каким духом мы наполняемся. Это баптист, именно евангельский верующий, Билли Грэм, он говорил следующее, что за последних 30-40 лет 20-го столетия приняла Иисуса Христа как своего Господа, Бога, Спасителя, и приняла крещение в согласии со своей верою. Примерно столько же людей по доброй воле приняло крещение с погружением через веру в Иисуса Христа, примерно столько же, такое же количество людей, сколько и за всю предыдущую историю христианства вместе взятую. Представляете, чем 19 столетий предыдущих с половиной, 19 с половиной столетий предыдущих и последних 30-40 лет, примерно столько же спаслось людей приняло Иисуса Христа Спасителем. Конечно, мы не знаем всей, знаете ли, статистики, только лишь одному Богу известно количество спасенных, количество на самом деле вступивших в завет с ним и сегодня именно в завете находящихся с ним. Но даже примерный такой взгляд, примерно такой обзор, знаете ли, истории мирового христианства однозначно нам говорит, что наше время, в котором мы приживем сейчас, конец 20-го столетия и уже мы живем в начале 21-го столетия, является самым уникальным временем за всю историю мирового христианства. И как православный реформатор, конечно, я всегда говорю и чаще всего говорю, конечно же, о реформации моей динаминации, я говорю о реформации в православном мире, как мы еще любим говорить, в вселенском православии, не только в Украине или в другой какой стране, но и в целом по всей земле, о реформации нашей динаминации в целом, именно православные течения, как ветки очень мощной, сильной ветки вселенского христианства. Но я убежден, что в реформации нуждается сегодня не только наша деноминация, но нуждается так или иначе все тело Иисуса Христа, все тело Христова. И те же баптисты, и те же католики, и те же адвентисты, и те же харизматы, и те же пятидесятники, и очень много других течений, лютеране, кальвинисты, англикане. Сегодня очень много разных наименований в христианстве, и это удивительно, это восхищает, потому что на самом деле Господь наш очень многогранный, и служения различны, но главное, чтобы был дух тот же самый, дух Иисуса Христа, дух святой. Главное, чтобы на нашего Спасителя, любимого, на нашего возлюбленного Иисуса Христа, как еще в православии мы его называем сладчайшим, на нашего сладчайшего, сладкого-сладкого Иисуса Христа, чтобы мы взирали. Есть прекрасный Акафист, Иисусу сладчайшему. Если вы не православный христианин, а, допустим, католический или же евангельский верующий протестант, то, знаете ли, думаю, вам будет очень интересно узнать, что у нас в православии есть удивительное такое богослужение, Акафист, красивое, торжественное песнопение, восхитительное песнопение, когда душа поет Богу открываясь, когда такое ощущение, что и ангелы вместе с нами поют, восхваляя всемогущего Бога, и один из таких Акафистов называется прекрасно Акафист Иисусу сладчайшему. И я его очень люблю, этот петь Акафист, и слушать этот Акафист, потому что на самом деле Господь наш Иисус Христос, Он самый сладкий, Он самый прекрасный, Он самый любимый наш, Он Господь наш. И Он по Своей великой любви дал нам, на самом деле, жизнь вечную, по Своей великой благодати подарил нам то, что мы не смогли бы никогда сами приобрести, не смогли бы никогда сами получить дар вечной жизни, написано во Христе Иисусе Господе нашим. И пусть Иисус Христос придет в каждое сердце, если вы сейчас смотрите эту видеопрограмму, и если вы выслушали вот эту первую часть, и, знаете ли, задумались, и думаете в себе так, вот этот священнослужитель говорит об Иисусе Христе, говорит о реформации, говорит о других некоторых вещах, но в моем сердце пусто. Может быть в вашем сердце действительно сейчас пусто, может в вашем сердце действительно сейчас темно еще, мало света, знаете ли, как может быть безрадостно ваше существование, может быть это связано с какими финансовыми проблемами, с семьей, или с вашим здоровьем, не важно. Если сейчас тьма, я знаю того, кто поможет рассеять всякую тьму в вашем сердце, это Иисус Христос, Спаситель всех людей. Иисус Христос сегодня, Он каждый из нас, да, Он каждый из нас, Он готов принять свою семью, Он каждому из нас готов прийти в наше сердце, и сегодня, где бы вы ни находились, у себя ли в офисе, дома ли, в кругу семьи, вы можете призвать имя Господа Иисуса Христа. И даже если вы прикованы, так получилось в вашей судьбе несчастье, и вы оказались прикованными к больничной койке, или вы не можете на самом деле даже вот в слух призвать имя Иисуса Христа, вот настолько все плохо вокруг и вас, то всем своим сердцем, просто возобейте к Богу, всем своим сердцем скажите, Иисус Христос, Ты мой Спаситель, спаси меня, Ты Господь, Господь, Ты мой Царь, Царствуй надо мной, Ты мой Целитель, исцели меня, призовите имя Господа Иисуса Христа. Это не просто Пророк, это не просто Искупитель, даже, скажу, Он есть наш Господь, Он есть наш Целитель, Он есть все для нас, Он есть и Альфа, и Омега, то есть и первая буква в алфавите, и последняя, Он есть и начало, и конец, Он есть и первый, и последний, Он есть все, Он есть Царь, Царствующий, Господь, Господствующий. И в Библии даже говорится удивительно, в послании к евреям говорится в самом начале этого послания, что Отец Небесный Бог, Он однажды ввел первородного, то бишь Иисуса Христа, первородного Сына Своего, ввел во Вселенную однажды среди ангелов, и Он сказал этим ангелам, и да поклонятся Ему все ангелы Божьи. И знаете ли, это удивительно, что и Небесное, и земное, и преисподнее, все покорно имени Иисуса Христа. Слава нашему Спасителю. И если в вашем сердце сейчас темно, призовите имя Господа Иисуса Христа и будете спасены. Если вы не знаете, и вы страшите смерти, если вы страшите сейчас болезни, если вы страшите их неизвестности, и вообще мало ли какие страхи в вашем сердце сейчас, просто пусть Господь разгонит всякую тьму в вашей жизни. И это возможно. Призовите имя Иисуса. Скажите Иисус. Повторяйте это сладкое имя. Иисус. 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 Его звали Иешуа. Мы произносим как Иисус. Англичане говорят Джизус. На разных языках по-разному звучит это имя. Но принцип тот же самый. Иешуа значит Господь Спаситель. Иегова спасает. Пусть Бог сегодня спасет множество людей. Пусть Господь через эту видеопрограмму, через эту программу на ТВ, Он коснется каждого сердца. Я благодарю Бога моего за эту возможность сегодня обращаться к каждому из вас с именем Иисуса Христа. Пусть Бог благословит каждого из вас. И если вы уже призывали имя Господне, если вы переживали благодать Его Спасительную, но потом так получилось, вы оступились и оказались на обочине. Если вы сошли с дистанции, если вам плохо и вы оказались на задворках Царства Божьего. И вы может быть даже думаете, что Бог не простит вас никогда. Знаете ли, дорогие друзья, нет такого греха, который Бог не мог бы простить. Бог может все простить. Главное, не хулите Духа Святого ожесточением своим и призывайте имя Господа Иисуса Христа. Главное, вас запейте к Нему. Если вы сейчас меня слышите, видите, значит еще не поздно призвать имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь значит истина, да будет так. И, дорогие друзья, братья и сестры, говоря о реформации, я скажу, что в эти дни мы переживали чудеса. В эти дни, я имею в виду праздник преображения 2011 года сего, мы переживали миликое благословение. Была конференция наша, православно-обновленческая конференция. И мы славили имя Иисуса Христа. Мы благодарили Господа нашего и Бога. Мы, священнослужители здесь, киевские, с Украины, с других стран, вместе прославляли имя Иисуса Христа и говорили Ему слова благодарности и любви. Приехавшие наши гости с Румынии, с Молдовы свидетельствовали о чудесах, которые Бог совершает в их судьбах. К сожалению, не смогли быть братья с Грузии. Но я надеюсь, что уже на собор, собственно, это была конференция подготовительная, мы назвали ее предсоборным совещанием. Но на сам собор, четвертый уже по счету, собор православной реформаторской церкви, который будет на праздник преображения Господнего уже в следующем 2012 году, Я очень хотел бы, чтобы смогли съехаться, и молюсь об этом, чтобы Бог благоставил каждого, съехаться все православные реформаторы, обновленцы со всего мира фактически. По крайней мере, со стран бывшего союза безбожного и других стран мира ближайших к нам, так или иначе. Мы ждем гостей с Америки, предстоятеля харизматической православной церкви, епископа Марка Керси, других православных реформаторов, обновленцев. Я буду просить архиепископа Верна Аша, архиепископа Индосирийской православной церкви с Калифорнии, США, также принять участие как спикер, как именно духовный человек, как один из вождей современной реформации православной, принять и, скажу так, поделиться с нами Словом Божьим, свидетельством у нас на Соборе. Я очень прошу ваших молитв святых об успехе этого Собора, потому что на сегодняшний день, знаете ли, очень важным является это событие, очень актуальным. Те, кто были на Соборе, те, кто были на предыдущем Третьем Соборе в 2008 году, те, конечно же, понимают, что сегодня очень непростое время для православной реформации, для в целом обновленческого движения. Те, кто еще не знаком или же мало очень знаком еще с православным обновленчеством, то я попрошу вас все-таки познакомиться, почитать. Вы можете прочесть 100 тезисов православной реформации, которые мы опубликовали на наших сайтах. Эти тезисы можно легко найти в интернете. 100 тезисов православной реформации или же Третьего Поместного Собора, Киевского Собора, Украинской Реформаторской Православной Церкви. В этих 100 тезисах, в общем-то, раскрыто все, над чем мы сейчас работаем. В ближайшие годы будем работать дальше. И, в общем-то, это очень актуально и очень важно. Но вкратце скажу, вводя в курс дела, для тех, кто еще, может, мало знаком с обновленчеством, современным православным, скажу, что наша задача сегодня, да, на самом деле вернуться к нашему Спасителю Господу Иисусу Христу, к нашей первой любви, к нашему любимому Иисусу. И, отвернув всякое заблуждение, всякую ересь, знаете ли, всякое учение бесовское, человеческое, призвать имя Господа Иисуса Христа и нести Евангелие в массы. Евангелие Царства, Евангелие Иисуса Христа. И, как говорил один из православных обновленцев, реформаторов еще начала 20-го столетия, 80 лет тому назад, это был Антонин Грановский, митрополит московский, архиепископ московский. Он говорил так, прежде самого себя реформировать надо. И, на самом деле, господа, братья, сестры, чего греха таить, самого себя необходимо начинать. В эти дни здесь, в Днепропетровске, были удивительные собрания, и одно из прекраснейших собраний, которые я посетил, это было собрание пастырей, служителей и христиан именно этого города, Днепропетровска. Была совместная молитва, пастыри, служители, они делились Словом Божьим. Я Богу благодарен за возможность также делиться Словом Господнем в том собрании. Я рассказал немного о нашем служении, о реформаторском служении, о наших священнослужителях, о нашей Церкви. И, конечно же, о том, что это есть воскресение тела Иисуса Христа, воскресение православия, воскресение Христа сегодня, сейчас, в наши дни. Слава Богу! И, в общем-то, вот это единодушие, присутствие Божьего Святого Духа в том собрании, это очень убеждало в том, что мы живем, на самом деле, в уникальное время, когда христиане разных динаминаций, разных конфессий, знаете ли, разных таких политических симпатий, антипатий, религиозных некоторых разных мнений, вместе могут в молитве пред Богом совершать вот это акт единства, то, о чем говорил наш Спаситель Иисус Христос. Он говорил, да будут они едины, они, то бишь, Его ученики. Он молился за нас, за Его учеников, последователей, за христиан. Он говорил, да будут они едины, да уверуют мир, что Ты меня послал, да уверуют, что они будут едины, как мы с Тобой едины. То есть, как Отец и Сын, и Дух Святой, мы знаем, Отец и Сын, они едины. И вот так же должны быть едины и христиане. Слава Богу! И я уверен, что то, виденное мной в эти дни в Днепропетровске и пережитое на этой молитве особое такое присутствие Бога, это есть удивительный залог великих совершений Господа Иисуса Христа. Здесь, в Днепропетровске, я знаю теперь много порядочных священнослужителей, пастырей, евангелистов, разных динаминаций, разных конфессий, но имеющих Евангелие Иисуса Христа в своем сердце, имеющих любовь в великую к Господу Иисусу Христу. И слава Богу за это! Сегодня, Господь, я убежден всех нас, православных, баптистов, католиков, пятидесятников, очень разных христиан, всех нас вместе, хочет на самом деле видеть одной семьей, где Он есть Отец наш, где Он есть Господь наш и Учитель и Наставник, а мы все Его дети и Его слуги и рабы. И Ему, нашему Спасителю и Господу Богу, да будет все слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Дорогие друзья, братья и сестры, в этом также обращение я хочу не только прославить нашего Господа, не только Его за все поблагодарить, это, конечно, в первую и последнюю очередь, это все самое важное. Но я хочу также друзьям сказать, что мое сердце сегодня обращено к каждому из вас. Если вы христианин, то я вас просто благоставляю как брата моего, сестру мою. И если вы еще на пути к Евангелию, я снова и снова убеждаю вас, примите Иисуса Христа, не пожалеете. Примите Иисуса Христа и будете спасены. Примите Иисуса Христа и жизнь ваша наполнится смыслом. Примите Иисуса Христа и Господь, Он на самом деле совершит великое, невозможное нам людям, невозможное человеком. Тысячи и тысячи христиан здесь в Украине и по всему лицу земли, миллионы верующих свидетели воскресения Иисуса Христа из мертвых. Не понаслышке, не потому что они это прочитали в книжке, не потому что это им было рассказано их мамами и папами. Нет, но потому что они видели воскресение Иисуса Христа в своей жизни, в своей личной жизни, в своей семье, в своих детях, в своей жене, в своем муже, в своих родителях. Они видели воскресение Иисуса Христа в своей деноминации. Они видели Иисуса Христа в своих странах. Они видели Иисуса Христа в исцеленных больных. Они видели Иисуса Христа в том, что безнадежные получали надежду. Они видели Иисуса Христа в воскресении Иисуса Христа в том, что больные калеки вставали с колясок. Они видели воскресение Иисуса Христа в том, что безрадостные лица становились радостными. В том, что безнадежно остается надеждой, в том, что где нет любви, и где прах сегодня, и ужас, и мрак, и тень смерти, они видели жизнь, и жизнь с избытком. И это и есть свидетельство воскресения Иисуса Христа из мертвых. Христос воскрес, и это правда, это факт, это истина, спасительная истина. И, дорогие друзья, в православной традиции есть очень добрая, красивая такая традиция, именно под воскресение, и в субботу вечером это совершается богослужение, и поется пасхальная, в общем-то, такая нотка, поется пасхальное песнопение. Эта песня называется «Воскресение Христово видевшее». Я думаю, что те из вас, что бывали в православном храме, тем более, если вы православный христианин, то вы это знаете, безусловно, это поется песнопение очень торжественно, красиво, оно читается на Пасху, оно поется постоянно «Воскресение Христово видевшее». Поклонимся Святому Господу Иисусу Христу. И говорится в этом песнопение, что каждый из нас является свидетелем воскресения Иисуса Христа, воскресение Христово видевшее. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, дорогие друзья, каждый из нас верующих действительно был свидетелем и свидетельством воскресения Иисуса Христа из мертвых. Пусть Бог благословит каждого из вас, дорогие друзья. Это замечательно, замечательно иметь такого Господа Бога. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен ты, блажен я, блажен каждый человек, каждый из нас, кто имеет Господом своим, Богом, великого Бога Израилева, великого Спасителя нашего, великого Исцелителя нашего, великого Освободителя нашего. И блажен тот, кто призывает имя Господа Иисуса Христа. Это замечательное святое имя. Оно окрыляет, оно вдохновляет, оно исцеляет, оно освобождает. И пусть Иисус Христос сегодня разрушенные сердца восстанавливает, разрушенные семьи восстанавливает. Пусть Господь Иисус Христос сегодня совершит великие чудеса в наших судьбах, в наших церквях, в наших деноминациях. Как православный реформатор, как православный такой харизмат, как православный священнослужитель, я, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, я, конечно, молюсь особенным сегодня образом, особенной молитвой такой, знаете ли, от всего сердца. Молюсь о том, чтобы Господь пришел Духом Святым в каждый православный храм, в каждое собрание народа Божьего. Чтобы Он пришел сегодня, не просто, как на Руси раньше говорили, еще в 15-м столетии, в храм из бревен, но в храм из ребер. То есть в каждого из нас, в каждого верующего. И чтобы каждый из нас был действительно храмом Бога живого, клеточкой живой в его святом организме. Чтобы каждый из нас, христианин, каждый верующий, каждый христианин, чтобы был на самом деле этим живым камнем в его стройке тысячелетий, уже двухтысячелетние стройки, на самом деле, Царства Божьего, великого храма, фундаментом, великим фундаментом и основанием, у которого есть Иисус Христос, и великим куполом, главой, у которого есть также Иисус Христос, и ни в ком он нет спасения. Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, братья и сестры, и также я прошу ваших святых молитв о реформации православной церкви. Какой бы вы ни были динаминацией, но если вы сейчас меня слышите, если вы являетесь верующим, неважно даже какой динаминации конфессии, я думаю, вам не все равно, что происходит в других церквях, в других динаминациях. Мне, допустим, не все равно, что совершается сейчас у братьев моих баптистов, или у харизматов, у писятников, или у католиков. Я знаю, что как бы мы ни назывались, какие бы мы динаминациями, знаете ли, ни прикрывались, то есть главное, мы должны иметь ум Христов, сердце Христово, дух Христово, главное, чтобы мы были действительно христианами. И я думаю, что самой такой важной, отличительной чертой именно настоящего христианина, настоящего верующего, является именно неравнодушие к проблемам всего тела Иисуса Христа, к Церкви Христовой. И, конечно, и наоборот, на мой взгляд, именно таким важным признаком, именно, ну, мертвости, что ли, христианства, мертвости христианина, духовной мертвости верующего, является то, что его равнодушие к проблемам Церкви, к проблемам других христиан. Потому что если мы ходим во свете, то мы должны сделать, то есть во свете Слова Божьего, вникаем в учение Господне, то мы имеем еще и общение друг с другом. А если мы ходим во свете и имеем общение друг с другом, с верующими, которые так же, как и мы, любят Иисуса Христа, тогда кровь Иисуса Христа, она омывает нас от всякого греха. Я думаю, что пришло время, нам, забыв различные обиды, различные сомнения, знаете ли, отложив в сторону, амбиции всевозможные, политические всякие симпатии, атипатии, пришло время нам, христианам разной динаминации, вместе прославить нашего Спасителя Иисуса Христа. И кровь Иисуса Христа, она активизируется, кровь Иисуса Христа, она будет омывать нас от всякого греха, потому что Господь видит нас ходящим во свете, если и мы имеем общение блаженное друг с другом, Библия не врет, Библия права, Божье Слово, оно пребывает во век. И будем уверены в том, что Господня кровь, она будет омывать нас от всякого греха. И от греха разделения омоется церковь Иисуса Христа, от греха разделения конфессионального всевозможного, от греха вражды, знаете ли, от этого духа инквизиции, знаете ли, омоется тело Иисуса Христа. И, конечно же, моя особая молитва, я об этом, как говорится, паки-паки, снова и снова говорю, что моя особая молитва сегодня, и видим в этом видеообращении, конечно же, в этом видеопослании, особое такое, знаете ли, переживание мое именно за православную деноминацию в целом. Потому что, как вот реформаторская такая православная церковь, такая харизматическая православная церковь, мы говорим о реформации не только в контексте нашей отдельной юрисдикции, знаете ли, отдельной епархии, может быть даже. Нет, мы говорим о реформации, о харизматическом обновлении таком всего православия мирового. И, конечно, я молюсь о том, чтобы сотни, тысячи священнослужителей разного уровня, патриархи, митрополиты, епископы, священники и дьяконы, монахи и монахини, прихожане православных храмов, трудящиеся в храмах, все любящие, как мы называем еще, храмовое благочестие, те, кто на самом деле, для кого православие это не просто звук, это не просто конфессиональная принадлежность, а что-то дорогое, близкое, родное, святое. Я скажу, что для таких людей мое особое слово, пусть Господь Иисус Христос совершит чудо в вашей жизни. Я знаю, что если эта любовь к православию есть в вашем сердце, то я верю, что вашу молитву Бог особенным образом послушает и благословит всю православную церковь в целом. Мне очень хочется молиться о том, я молюсь о том и прошу вот тогда ее прощения сейчас также Бога о том, чтобы тысячи священнослужителей были не слепыми повыдарями слепых, как вот мы видим, к сожалению, сегодня. Чего греха таить, знаете ли, подавляющее большинство наших священнослужителей православных пока еще. Ну это очевидный факт, я думаю, для многих из вас, читающих Библию, здесь вообще как бы вопросов и не задает даже. Знаете ли, не возрождены еще, к сожалению, не пережили вот этого спасения. Кстати, удивительный пример, такой меня очень сильно трогающий пример. Однажды я был в таком неком диспуте, импровизированно так получилось, знаете ли, такой диспут с одним традиционным православным священнослужителем, традиционалистом, священником Русской Православной Церкви. Я тоже был священником когда-то Русской Православной Церкви. Я не был православным харизматом, я не был реформатором православного, я не был обновленческим священнослужителем, я не был епископом даже. Я был обычным сельским священником, служил на приходе в Русской Православной Церкви. Так продолжалось в моей жизни до самого 1996 года. И вот 15 лет назад Господь достучался до моего сердца и помиловал мою душу грешную. Я Богу за это очень благодарен, конечно, что Иисус Христос, Он стал моим Господом, Богом, Спасителем, Искупителем. И это очень серьезное, сильное переживание, обращение пережил тогда. До того в моей жизни было, как и в судьбах тысяч моих коллег, знаете ли, и в судьбах миллионов православных христиан было очень много непонятного, много неясного. Я блуждал буквально во тьме, знаете ли, во тьме религиозного мракобесия, во тьме вот этого религиозного ханжества, лжи религиозной. И, как и тысячи моих коллег, других священников в Православной Церкви, я терялся в догадках, как же спастись, в чем путь спасения. Простые вопросы эти ставили меня в тупик. И учебник семинарский, православные учения спасения так и не дало мне внятного и правильного ответа на этот вопрос. Потому что лишь священное писание, лишь Божье слово, слово самого великого Бога дает нам всем ответ очень внятный, удобно-празумительный, понятный ответ для каждого из нас. Для нас невежды и грамотея, для простака и мудреца, для богатея и нищего, для каждого из нас, мужчины и женщины, независимо от цвета кожи, независимо от наших взглядов политических или религиозных, лишь Божье слово дает нам ответы на вот такие важнейшие вопросы нашего бытия. И, конечно, самый важный вопрос, это вопрос спасения. И я очень прошу Бога моего, любимого Иисуса Христа, прошу о том, чтобы тысячи священников в православной церкви были бы действительно возрожденными верующими. Я понимаю, о чем говорю. Я понимаю, что, как ни странно это звучит, но до людей в рясах с крестами, по ноге ими на груди очень сложно достучаться нашему Господу. Чего греха таить? Это история, в общем-то, не новая. Знаете ли, не только это грех нашего поколения, может быть, или вот уникальность нашей жизни сейчас, свечашней. Нет, ни в коем разе. Человек всегда один и тот же. Знаете ли, и грешник, он и в 21 веке такой же грешник, как и в первом столетии. И в Писании говорится, к примеру, так. Вот пример такой приведу. Из Евангелия от Иоанна, уже близко к цитированному тексту, с первой главы говорится следующее. Пришел к своим, говорится об Иисусе Христе, и свои не приняли. А дальше говорится, но тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Которые родились от Бога. Не просто от папы и мамы своих. Не просто по плоти родились. Мы все родились по плоти, да. Слава Богу за наших отцов, за наших матерей, что они родили нас на эту землю. Мы появились на этой земле. Греш на земле. Слава Богу. Но, скажу так, величайшее чудо, еще более великое чудо, чем наше появление на этот белый свет, является духовное рождение свыше. И мне очень хочется, чтобы не слепые видели слепых, потому что это очень плохая притча. Иисус Христос очень плохо сказал об этом. Он сказал так, что если слепой ведет слепых за собой, они попадают в яму. И мы знаем, что идет речь не просто о какой-то яме временной, знаете ли, нет. Не о тюремном заключении, не о какой-то долговой яме. Нет. Говорится о вечной яме. Говорится о вечном аде. Это реальность. Увы, даже те христиане, что сегодня отмахиваются, отнекиваются и говорят, ну, а оттуда никто не приходил. Или же сомневаются в существовании ада. Библия очень красноречива, в немногих словах, но очень четко и ясно дает нам понимать, что не дай Бог, кому попасть в ад. Не дай Бог. Потому что червь не умирает, огонь не угасает там. Потому что мы знаем из Писания, что однажды некий человек, о котором, ну, написано, что он был богатым, там не написано даже его имя. Мы не знаем, как его звали при жизни. Возможно, что это был современник Иисуса Христа. Возможно, что те люди, с кем Иисус разговаривал, и кому Он говорил эту притчу, кому Он говорил этот рассказ, возможно, они даже знали этого человека. Возможно, не догадывались. И, возможно, были даже родственники этого человека там. Но Иисус Христос, Он не назвал имя этого человека. Я думаю, Господь, Он не хочет, чтобы кто-то попал в ад на самом деле. Так вот, и Он сказал, что этот богач, при всем своем богатстве, при всем, при том, что Он пиршествовал блистательно, роскошно. Он не просто кушал в ресторане каждое утро. Нет, Он пиршествовал блистательно. Он наверняка звал друзей своих, знакомых, родственников, и они пиршествовали блистательно. Представляете, не просто вечеринка, не просто, знаете ли, такой, в гостях посидели, что-то перекусили, бутерботики, а именно пиршествовал блистательно написано. И все это не спасло его. У его порога, где-то там, я не знаю, где-то на задворках этой улицы, значит, был такой, знаете ли, бомж, как вот просмеивают этих рублевских там, этих бомжей, значит, там, не помню, как там в этой программе юмористически их там называют. Но вот порой, да, бомжи живут рядом, нищие живут рядом с богатыми, не так далеко. Порой богатый человек вытирает ноги об нищего, но Бог знает сердце богатого, и Он знает сердце нищего. Господь, Он не смотрит на кошелек наш, не смотрит на наше социальное положение, на наш пол, на нашу национальность, Он смотрит на наше сердце. Можно иметь белую кожу, но иметь черное сердце. Можно иметь черную кожу, но белое сердце, любящее Господа Иисуса Христа. Можно быть женщиной веры, можно быть мужчиной Иисуса Христа, Господа, рабом и спасителем, которого является сам Иисус Христос. Можно быть ребенком, но и чадом Божьим одновременно. Слава Иисусу Христу. Можно быть отцом физическим, но и отцом духовным. Самое главное, чтобы были рождены свыше. И я прошу Бога коснуться каждого священнослужителя. Это во-первых. Во-вторых, прихожанина храма. Чтобы в каждом храме по всей Руси матушки, чтобы звучало Слово Божье, Слово Господнее. И не просто на старославянском каком-то языке, знаете ли, который непонятен сегодня подавляющим, большинствующим. Михаил Ломоносов, знаете ли, 300 лет назад жаловался, что мы не понимаем этот старославянский язык, что он непонятен для простого населения. Ну, конечно, Михаил Ломоносов там побывал на Западе. Он вдохнул тогда свободы европейской некоторой. И он был там в евангелической лютеранской церкви. Он слышал Слово Божье. Он видел, что его современники, простые немцы, они верующие протестанты, они могут иметь великое преимущество перед его современниками, сверстниками в России лапотной, немытой России, как поэт сказал. Прощай, вот немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы мундиры голубые, и ты им переданный народ. Знаете ли, и Ломоносов мог бы тоже примерно то же самое сказать. Он видел немытую свою Россию, родину. Он видел лапотную Россию. Он видел, знаете ли, эту перунскую какую-то Россию непонятную. Он видел вот это вот заблудшее, оязыченное христианство. И, конечно же, я думаю, что там, участвуя в богослужении, проповедуя в этих евангелической лютеранской церквях, он был женат на дочери церковного старосты протестантской церкви, то есть Михаил Ломоносов. Он был именно евангельским мыслящим человеком, пережившим встречу со Словом Божьим там, за границей, в Германии. Я думаю, что он вынес как раз именно оттуда это желание Слово Божье принести к простым людям, простым христианам, православным. И еще он жаловался на то, что непонятен старославянский язык. И он сделал переводы некоторые, но эти переводы запраковали, к сожалению, церковные иерархи. Такое, знаете ли, религиозное болото стало засасывать эти великие идеи обновленчества, которые вынашивал этот великий человек Михаил Ломоносов и другие деятели 18-го того же самого столетия. Допустим, Иван Иванович Милиссин, обер-прокурор Священного Синода и прочие. Но я думаю, что к теме истории реформации, пробуждения, к истории именно обновленчества я еще буду возвращаться и не раз. И даст Бог возможности, я хотел бы записать, конечно же, отдельную такую видеопрограмму об этом и даже не в одной серии. Это будет многосерийная такая программа, посвященная православному обновленчеству, истории реформации православной церкви на Руси и вообще мировой православной церкви, вселенского православия, как мы говорим. Так вот, и хотелось бы, чтобы в каждом храме звучало Слово Божье на русском, на украинском, на белорусском, на других языках, на молдавском, грузинском, на разных языках мира, чтобы звучало Слово Господнее. Это очень ценно, очень важно. Почему? Потому что вера, Божья святая вера, здоровая вера, она от слышания Слова Божьего. Больная вера, она, в общем-то, от человеческого слова, от слова заблуждения, от ереси. А здоровая вера, вера, которая движет нами, вера, которая действительно грешников приводит к спасению, вера, которая больных приводит к исцелению, вера, которая и сегодня творит чудеса великие. Эта вера возможна только лишь от здорового слова, а этим словом является Божье Слово, Святая Библия, канонические писания Ветхого и Нового Заветов. Именно сам Бог дал нам это Слово через рабов своих пророков, и сам Бог позаботился о том, чтобы это Слово, порой даже вопреки Церкви, сохранилось, распространилось сегодня. И вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. И все через него начало быть написано в Писании. И в нашей жизни, в наших судьбах, все начинается через Слово Божье, от Слова Господнего. Слава Иисусу Христу! Да, дорогие друзья, и молясь о реформации Православной Церкви, в этом видеообращении я хотел бы, конечно же, сказать о важности современного, такого обновленческого, православного, реформаторского, харизматического такого движения. Потому что сегодня, на мой взгляд, наша динаминация в целом, если брать именно православную церковь, вселенское православие, является самой проблематичной в историческом христианстве динаминацией. Есть свои проблемы и у баптистов, у писядников, харизматов, у адвентистов. Есть свои проблемы и вероучительные, и обрядово-богослужебные, практически какие-то административные. Есть разные вопросы, знаете ли, финансовые, управленческие, значит, такие вот вероучительные, христианские вопросы. Но, на мой взгляд, самая проблематичная сегодня в целом является именно наша динаминация. И потому сегодня особое, думаю, Божье, пристальное внимание именно к нам православным. Почему? Потому что к больному ребенку мать предлагает больше внимания, предлагает. Хотя у нее может быть много детей, но если ее ребенок болен какой-то, то этому ребенку уделяется больше внимания, этому ребенку уделяется больше попечения определенного, знаете ли, больше ласки и любви. Я думаю, что Господь сегодня очень сильно обласкает нашу православную динаминацию. Он очень сильно любит нас православных, Он очень сильно любит свою церковь в целом. Он любит всех, и бафтистов, и бесятников, и харизматов, Он любит всех-всех-всех людей, кто призывает Его святое имя. Иисус Христос, чтобы не было никаких обид, Он сказал вообще даже так, что где двое или трое собранного имя Мое, там и Я посреди них. В общем-то, Господь Иисус Христос, Он живет в верующих сердцах, не просто в храмах, монастырях, где-то на святых местах. Святое место – это наше сердце, в котором живет Иисус Христос. Но я думаю, что Его особая любовь сегодня к нам православным. Почему? Потому что дитя Его, это наша юрисдикция, даже не юрисдикция, скажу так, наша деноминация, точнее говоря, является самой проблематичной, думаю. Наибольшая оккультно обремененная, так скажу, демонизированная наибольшая. И, в общем-то, среди этой тьмы и мрака, порой, знаете ли, и у нас, и у меня лично, как у православной обновленца, реформатора сегодняшнего, порой руки опускаются, думаю, но как бы возможно вообще, господа, братья, сестры, скажу так, реформация – это вообще невозможное человеком дело. Это возможно только лишь Богу. Он использует нас, простых людей, но совершает свои великие деяния. И я Богу благодарен, что Он сегодня совершает великое деяние реформации православной церкви. И уже упомянутых сегодня в этом обращении статезисах великой православной реформации, статезисах Третьего Поместного Собора Украинской Реформаторской Православной Церкви, очень подробно, на мой взгляд, раскрывается сама суть реформаторства современного, сама суть харизматического обновления православного. И я думаю, что сегодня пришло время активизироваться. Да вообще, наверное, в силу того, что наш Господь уже приближается, Он грядет, и мы говорим словами Библии «Гряди, Господь Иисус, побыстрее приходи, пожалуйста, мы ждем Тебя». Скажу, что не за горами Его пришествия. И в этом обращении видео, в этой видеопрограмме я хотел бы, конечно же, помолиться вместе с вами, дорогие друзья, помолиться молитвой благоставения, молитвой за реформацию православной церкви, за освобождение православной церкви от оков. Это очень такая святая Божья молитва. Пусть Бог благоставит сегодня и покаемся молитвой покаяния. Думаю, я поведу эту молитву сейчас, я буду говорить эту молитву. Если в вашем сердце есть желание помолиться, можете повторить эту молитву. Если вы присоединяетесь к молитвам о реформации православной церкви, то вы можете повторять молитву мою, сейчас импровизированную такую молитву, к Богу о реформации православной церкви. И пусть Бог благоставит сейчас каждого из нас. Аминь. Да будет так, это правда, истина. И признавая свое недостоинство, признавая греховность свою, потому что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного написанного. И мы спасение получаем даром через веру в Иисуса Христа. Давайте призовем имя Господа Иисуса Христа. Давайте покаемся в грехах наших. Давайте скажем Богу такие слова. Примерно так можем помолиться, да? Я думаю, мы можем помолиться о молитве и покаянии сейчас все вместе, все присутствующие. Здесь можем сказать так. Отец мой небесный, давайте скажем так Богу. Бог Святой, во имя Иисуса Христа, я обращаюсь к Тебе. Ты слышишь меня? Ты знаешь меня? Ты знал меня, очрева Матери Моей? Бог Святой, я верю, что Ты любишь меня, и Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, на распятие, на Голгофский крест, за меня, за всех нас, за все человечество. Иисус Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня грешного. Прости меня, вводи в мое сердце, в мою жизнь. Иисус Христос, я верую, я верю в Тебя, всем своим сердцем, я верю, что Твоя кровь на Голгофском кресте была пролита за мои грехи, и за всех нас, и за все человечество. Иисус Христос, там на кресте Ты воскликнул, Ты сказал, совершилось. Иисус Христос, я верю, что совершилось мое спасение тогда, на Голгофском кресте, две тысячи лет тому назад. Иисус Христос, сегодня прошу Тебя, вводи в мою жизнь, в мою судьбу, царствуй во мне, освободи меня. Кого Ты освободишь от греха, ты будешь по-настоящему свободным человеком. Иисус Христос, Ты моя праведность, Ты мое спасение, Ты мое исцеление, Ты мое освобождение. Ты самый красивый, Ты самый прекрасный, Ты самый мудрый, Ты самый, самый, самый. Ты есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Иисус, спасибо Тебе, Господь, за все. Иисус, спасибо, что Ты слышишь меня и отвечаешь на мою молитву. Спасибо, что Ты вошел в мое сердце. Ты мой Царь, Ты мой Господь. Спасибо, Господь. Спасибо. Скажите еще так, помолитесь примерно такой молитвой, прямо сейчас можете помолиться. Дух Святой, скажите, Дух Святой, наполни меня, преисполни меня своей силой благодатью. Вы можете помолиться сейчас о кричении Духом Святым. Призовите имя Господа Иисуса Христа и скажите, во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Сказано ведь в Библии, в Священописании, говорится же, я это читаю, я это знаю, я верю в это, что если мы земные отцы, можем давать благие даяния детям нашим, тем более Ты, Отец Небесный, дашь Духа Святого, просящему Тебя, дашь всякое благо, просящему Тебя. Господь Бог Святой, Дух Твой Святой является наивеличайшим благом. Дай мне это благо, подари, пожалуйста, наполни меня Духом Святым. И скажите так еще в молитве, Дух Святой, наполни меня сейчас своей благодатью, преисполни меня и дай мне говорить иными языками, какие Ты будешь мне давать, какими я буду провещевать, провозглашать, говорить на непонятных для меня языках, непонятных моему разуму, но понятных Тебе, Богу моему, Спасителю моему. Аминь. Помолившись таким образом, просто поблагодарите Бога и начните говорить на иных языках, начните посвалять Бога. Если вы уже говорите на иных языках, и вы смотрите эту программу, и вы помолились, сейчас благодарим Бога за все, то вы можете попросить у Бога о Его дарах. Обогащайтесь, обогащайтесь, спешите обогащаться дарами небесными. Спешите, спешите обогащаться, как люди века сего спешат, у них трясутся руки порой. Они выходят из себя, и они обогащаются земным богатством, золото, серебро, они долларами, евро набивают себя, и они думают, порой люди века сего думают, что это есть настоящее богатство. Фу, это не богатство. Какое это богатство? Настоящее богатство – это Дух Святой. Настоящее богатство – это верующее сердце. Настоящее богатство – это Иисус Господь в нас живущий. Слава Богу! И давайте мы попросим у Бога об этих дарах духовных. Если вы уже кричали на Духом Святым, и вы молитесь на иных языках, то слава Богу за вас, друзья мои. Когда в 1996 году я пережил излияние Духа Святого в своей жизни, кричание Духом Святым, то это был для меня очень важный этап в моей жизни, в моем христианстве личном, в моих отношениях с Богом. Мои отношения с Богом стали более такими интимными, как говорят многие проповедники, более близкими, такими, знаете ли, личностными. И я скажу, что у Бога это еще не все. У Него есть много-много-много для нас всего. Помолитесь о даре истолкования иных языков. Если вы говорите, именно можно молиться, можно говорить, провозглашать на иных языках. И если вы имеете даре истолкования, и это истолковываете, переводите на свой понятный вам язык, русский, украинский, другой язык, на ваше, на родное наречие, то это то же самое, что пророчество. В моей жизни было тоже так, когда именно виденное в сновидении я не мог понять, но когда истолковал язык, который Бог мне подарил тогда, дал, и дал мне обращаться на ином языке, я когда истолковал этот язык, я услышал на своем русском языке родном мне, я услышал истолкование этого сна, объяснение и призыв к труду, к служению, к реформации в православной церкви. Удивительное переживание, конечно. Молитесь о даре и пророчество, именно конкретно слышать Бога и передавать Его информацию людям. В нужный момент, в нужное время, нужным людям говорить Божье Слово, это уникальное служение пророческое. Бог сегодня поднимает, на самом деле, рабов своих пророков. И апостольство, пасторство, Господь сегодня возрождает учительство, возрождает сегодня очень много в своем теле, в церкви. Церковь оживает, тело Иисуса Христа обновляется, и пусть Бог благословит каждого из нас в этом обновленчестве, в этой реформации 21-го столетия. Аминь. И сейчас хотел бы также в завершение помолиться еще за каждого из вас, и помолиться молитвой благословения за все вселенское православие, молитвой благословения за все тело Иисуса Христа, не только за православную веточку вселенского древа церкви, но и за всю церковь Иисуса. Нас очень много, мы очень разные, но в нашем сердце один Господь Иисус Христос, и Ему одному вся слава и хвала. Аминь. Давайте помолимся. Вы можете положить на себя руку. Я прошу Бога моего сейчас, Иисуса Христа, любимого моего, чтобы Он прикоснулся каждому сейчас сладчайший Господь Иисус. Он коснется вашего сердца, вашего духа, вашей души, вашего тела. Если вы имеете не дух в вашем теле, знайте, что Иисус Христос взял на Голгофском христе, и это на себя. И Он просто подарил вам жизнь вечную, просто подарил всем нам свое исцеление, свое спасение. Ему за все слава. Я прошу Бога об этом. Присоединяйтесь к этой молитве сейчас, принимайте от Бога ответы вашей ситуации, непростые, может быть, даже жизненные ситуации, в здоровье, в бизнесе, в семье. Где бы ни была проблема, Господь Иисус молотом Слово Своего, Духом Своих, Он все обратит во благо. Аминь. Да будет так. И давайте помолимся. Я прошу Бога моего прямо сейчас прикоснуться к каждому из вас. Отец, я прошу Тебя, сущий на небесах, во имя Иисуса, коснись сейчас дорогих моих телезрителей, коснись каждого человека, призывающего имя Господа Иисуса Христа. Да и вообще коснись каждого человека, Боже. Те, кто еще ожесточает свое сердце, те, кто еще не приняли Тебя в свое сердце, Боже, пусть их сердца растают, Господь. Не будут каменными, но будут живыми, любящими, трепещущими, плотяными. Бог всемогущий, дай нам сердце новое всем, Господь. Боже, у кого сердце ожесточается, Господь, размягчи, Господь, сегодня елеем своего Духа Святого. Прошу Тебя, Господь, благослови каждую семью, Господь. О, Боже всемогущий, спаси от разводов, Господь, многие семьи сейчас прошу Тебя во имя Иисуса. Спаси детей, спаси родителей, спаси бабушек, дедушек. Бог всемогущий, во имя Иисуса Христа, у Тебя есть ответы на каждую ситуацию. Прошу Тебя, прикоснись к моим братьям и сестрам. Можете положить на свою руку сейчас, да. И я прошу Тебя, прикоснись, Господь, прямо сейчас, через экран телевизора. Прошу Тебя, Господь, Боже, Духом Святым, Господь, коснись. Используй эту видеопрограмму, коснись каждого человека. Пусть Твои, Господь, руки, пробиты на Голгофском кресте, Господь, сегодня прикоснутся к каждому из них. И кровь Твоя святая, омывающая нас от всякого греха, она принесет исцеление сегодня. Принесет спасение. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, дорогой. Спасибо, любимый. Спасибо, сладчайший. Иисус Христос. Аминь. Аминь. Да будет так. И просим Бога о реформации церкви. Знаете ли, перед молитвой я прочитаю одно стихотворение. Бог однажды дал, я не поэт, я, знаете ли, иногда лишь пишу что-то в прозе, но вот Господь дал, я верю, это было от Него, потому что, знаете ли, в стихах молитва рождается, в стихах порой рождается какое-то обращение, послание. В стихах рождается такое воздыхание молитвенное к Нему. И это было воздыхание, связанное как раз с праздником, значит, покрова, как и раньше его называл я, как и тысячи других православных традиционных священников и миллионы других православных христиан, обманутых, знаете ли, многовековой религиозной ложной пропагандой, в таком мракобесии находящихся. Я тоже находился в этой тьме религиозной и тени смерти религиозной. И я называл этот праздник покровом Божьей Матери, но в 96-м году Господь достучался до моего сердца, знаете ли, через Слово Свое, через Библию Святую. И я осознал, что ни в ком он у меня спасения, кроме Иисуса Христа, вообще ни в ком нет спасения. Это просто изменило меня, эта трансформация произошла, эта перемена произошла в моем сердце, в моем разуме, в моей жизни. Я не мог больше оставаться, знаете ли, в своей деноминации, именно мертвый. Мертвый, Бог вывел меня, и вот Господь дал возможность начать новое служение, новую церковь, именно обновленческое православное движение возродить на территории бывшего Безбожного Союза. Я Бога благодарю за этот труд, но вот эти стихи, они очень запали мне в сердце, которые родились, как молитвенное воздыхание такое. И я прочту их сейчас перед молитвой и помолюсь сразу же, обращусь к Богу в молитве после прочтения этого стихотворения. Праздник Божьего покрова станем брать и отмечать, покровить или иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог небесный, Он из праха создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастыру, что всех пасет. Матерь Господа Иисуса не защитница Тебе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покровство простирает лишь на тех, кто в мире свят. Отступников карает, грешникам готов уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца, скорее вернись. Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать и отмечать. Покровить или иного лучше Бога, кроме Бога, не сыскать. Аминь. Дорогие друзья, царь, псалмопевец Давид, говорил в псалмах своих, обращаясь к Богу, «Ты покров мой». В другом псалме он сказал, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Говорит Господу, «Прибежище мое и сила моя, защита моя у тебя». Он взывал к Богу в псалмах, и сегодня каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Сегодня есть имя у нас превыше всякого имени. Имя Иисуса Христа. Ни мама его по плоти Мария, ни другие умершие святые и не ангелы не смогут спасти никого из нас абсолютно. Но Иисус Христос, Он наш Спаситель, Он наш Господь, Он действительно спасает. И 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, непрестанно за нас предстоит Он со своей драгоценной кровью пред престолом Отца Небесного. И потому мы часто молимся и говорим, «Во имя Иисуса Христа». И даже когда мы это не часто произносим, то именно благодаря Иисусу Христу и во имя Его мы молимся, призывая имя Господне. Бог да благословит нас. Аминь. Давайте помолимся такой молитвой. Я молюсь. Отец Небесный, Бог Святой, во имя Иисуса Христа, прошу тебя, благослови сейчас. Благослови продолжение реформации, обновленчества православной церкви. Бог, Смогущий, открой глаза слепым, духовным слепцам, тем, что стали религиозными преступниками, став в позиции поводырей народа Твоего. Господь, Смогущий, прости вожде слепых, ведущих в яму миллиона обманутых грешников. Боже, пусть слепцы прозреют и посомые, и особенно пастыри, ведущие впереди, и ведомые, и ведущие. Господь, Смогущий, прошу тебя, во имя Иисуса Христа, как ты совершил чудо в моей жизни. В 96-м году спас меня от моих религиозных заблуждений, от религиозных заблуждений моей динаминации. Бог, спасибо тебе, Господь. Спасибо, что все эти годы я молюсь не Богородице, и не другим умершим святым, и не ангелам. Бог, спасибо тебе, Господь, что я вообще не ставлю вопрос теперь, какому же святому, в какой нужде мне молиться. Я знаю, что есть ты, мой Бог и Царь, и ты знаешь все, Господь. И я благодарю Бога за Иисуса Христа, за Спасителя, Помазанника, Первосвященника, Ходатая Нового Завета. Спасибо, Господь. Спасибо за Духа Святого Твоего, которым ты наполняешь верующие Твоих. Бог всемогущий, прошу тебя, Господь, как господин жатвы, вышли своих делателей на жатву свою, Господь. Если меня сейчас смотрят те православные христиане, в чьих сердцах, и христиане, вообще в целом христиане, в чьих сердцах реформации православной церкви, Бог всемогущий, благостави моих братьев и сестер, Господь, благостави, Боже, пусть поднимутся мужчины и женщины Твои, Господь, вери в Иисусе Христе, которые они будут нести Евангелие, Царство, Евангелие Твое, Господь, Евангелие Иисуса Христа, миллионам погибающих грешников во имя Иисуса. Благостави, Господь, мой Царь и Бог, благодарю Тебя за это видео прощение, за эту запись, благодарю Тебя, Господь, за те, кто будет смотреть ее, благодарю, Бог мой, за чудо Твоего воскресения, Твоего исцеления, Твоего освобождения в судьбе каждого из моих зрителей и слушателей. Во славу великого Твоего имени. Слава Иисусу Христу. Аминь.